Сибирь, тайга, Метенбурга, на сотни верст ее пределы, а душу рвет и тавит тело моя Сибирь. Я не очень справляюсь, мало кто понимает. Кстати, кореш один говорил, нахрен ты делаешь эти неинтересные тупорылые побочки, типа, ходите на трансляторы сбивать. Я говорю, а вдруг там что-то путевое дадут, ну, надо сделать. Да в жопу, блин, на стримах, там надо просто по сюжету идти. Короче, доделал сейчас вот этот последний передатчик, ломанул, да? Дали отмычку, которая в сундуке вскрывает, и в первом же сундуке новый пистолет нашел. Вот вам и не делай побочки, забей на них хрен. Никогда не слушайте таких людей. Карта одноблена, найдено особое место. Что это за место? Это то самое место, в которое не пройти без взрывчатки. Это сколько же мне раз придется ходить по этой локации? Что там я смогу сжечь дверь, здесь я смогу взорвать, только потом смогу походить, что-то поискать. Я офигеть просто. Отрезать флаг какой-то, скинуть. Флаг-то мне чем мешает, я вообще что-то не понимаю. Вот, короче, я что понял-то, что в игре нет заманчивого какого-то сюжета, понимаете? Что интересная игра, она как интересная книга или интересный фильм, она должна затягивать, что ты должен... Не можешь оторваться и все время думаешь, а что же там дальше-то будет, а что же там дальше-то будет. Вот в Ларри Крофт, что 13-го года, что вот в этой такого нет вообще. То есть, ты просто идешь вперед, пидоришь прямо, красивые пейзажи сменяются другими красивыми пейзажами и ничего такого кардинального не происходит. Тут какие-то русские вышли, ты их там убиваешь как лохов последних. Ну и в голове у тебя там единственное, что глобальный... Кусочек глобального сюжета о том, что ты ищешь какую-то гробницу пророка, до которой тебе вообще, в принципе, до балды. Вспомните первые части Dead Space, там же вообще непонятно было, там задание было одно единственное, выжить, но как это было охеренно интересно. Даже несмотря на то, что вот эти квесты там типа сходи, сбегай-ка быстренько, вот все гидропоники воздух почисти, сбегай-ка быстренько вот туда. Шестерку из тебя какую-то сделали, но все равно было офигенно интересно. В жопу, блядь, какой дурацкий скилл. Мины из рации противника, обосраться. Ну давай, выучи это говно-то. Че? Что было очень говно? Все херня. А, то есть серое это то, что я выучил? Инстинкты выживания, животные подсвечиваются. У меня стрела так, перебор, зачем нужен этот перк? Толстая кожа, опытный дуэлянт. Продлено время для проведения атаки с уклонением, чтобы... Выше не количество опыта в случае. Давай, вот это говно хвостни. Где мой пистолет-то новый? Вот, смотрите. Лунная тень. У меня теперь есть лунная тень. По-моему, автоматический пистолет. Матово-черный полотяжелый пистолет с рукаветкой, инкрустированной слоновой костью. Стандартный скорострельный пистолет. Я что-то не понял, почему сюжет игры пропустил вот эту пушку и дал сразу вот эту. А зачем я апгрейдил пистолет? Для меня вообще теперь великая загадка. Револьвер, вернее. Ну, ладно. У разработчиков Лары Крофт, видимо, свой взгляд на развитие персонажа. Кто я такой, чтобы им указывать, что оружие надо давать? Как в четвертом Resident Evil. Сколько там пистолетов сменилось за игру? Сколько я из них прокачал порожняком? Давай, корова. На всякий случай напомню, что первая серия прохождения была в режиме стрима. А в плейлисте это все будет. Вообще, учитесь пользоваться плейлистами, конечно. Потому что в той же самой армате я не добавляю в конце на утро аннотации. Потому что делать это долго, они у многих выключены. То есть, ну и нахера я буду возиться, если никто все равно не узнает, есть там аннотации или нет. Я добавляю просто под видео информативные ссылки, где больше видео, где больше чего. И таким образом можно все посмотреть, все то, что вы не можете найти. Я уж молчу про рубрику ваши игры и первые взгляды. Там вообще много кто уже по второму разу на одно и то же заявки кидает, просто потому что не может найти. Так, насколько я помню, пригибается она автоматом. Как замечен-то? Я же за деревом стоял. Петух, блядь, обосранный. Я что-то вообще не понял. Веду прикрывающий огонь. Да, они снова меня победили. Я надеюсь, что чекпоинт здесь активировался, потому что иначе вообще будет печально. У костра, например. Да, вот он. Я хотел их по стелсу убить. Но так будет проще, потому что они меня уже заебали эти люди. Давай с этим кончать! Напоминаю, что я играю с геймпада, поэтому моя стрельба в голову. А вот это по стелсу. После череды таких адских вываливаний и выстрелами. Может, нет, пистолетные патроны у револьвера и у этой пушки одни и те же. Причем я думал, Лара будет, может быть, когда-нибудь бегать снова с двумя стволами, как это было в олдфажных частях. Но она взяла один, но здоровый. Никакой дани прошлому. Хижина с припасами. Приобрести предметы у техника из Троицы можно... С какого хуя техника из Троицы будет со мной торговать после того, как я убил уже 50 человек из их, блядь, шайки-лейки? Я вообще не понимаю. Логика, прощай. Хе-хе-хе. Слушай, я на твоей стороне. Я отвечал за снабжение Троицы. А теперь хочу свалить отсюда. Они... Они чокнутые. Я припрятал снаряжение. Оно твое, если сможешь заплатить. Они не заметят мелких пропаж, но если что-то заподозрят или увидят нас вместе, я не жилец. Сдаётся мне, что пиздишь ты, Троцкий. Желательно золото. Как тебе такое предложение? А как тебе монгольские тугрики? Их вот точно никто отслеживать не стоит. Ой, возьмёшь пару фур с белорусскими рублями, чувак? Я ебал, но у тебя и цены. Ты не охуел? Тебе ледорубам поеблу не дать? Чё за... Пассатижи, блядь, за 175 каких-то нахуй денег. Ты охуенный, блядь. Их в Максидоме за 15 рублей распродавали недавно. Гранатомёт для винтовки 120. Жумар, зажим... Слышишь, ёпты нахуй мне эта хижина, если у меня денег. Просто пипец. Может за меня договоримся? Мне Лару-то не жалко. Пусть здесь в расход. Это не ядерное оружие. Какой-то жуткий тип с изрезанным лицом по имени Константин толкнул речь о судьбе и какой-то штуке под названием источник. Теперь я вообще ничего не понимаю. Другие наёмники психуют и нервничают не меньше меня. Но ребята, которые давно работают на троицу, хавают эту чушь и просят добавки. Похоже на грёбаную секту. Мы готовимся к нападению. На кого? Здесь есть люди типа затерянные во времени. То есть конкретно шкуры, кожи, железные стрелы. А мы против них с боевыми вертолётами и крупнокалиберным оружием. Я походу вообще не в той эпохе. Это запись вот этого чувака. Судя по голосу. Он так боится спалиться, что записал вот этот аудиофайл и кинул его здесь на видном месте на коробку. Логично, блядь. Что там? Никого не видать? От вас нет отчётов. Троицу это тревожит. У нас были проблемы с местными. Возникли перебои со связью. Но теперь всё в порядке. Если ситуация выйдет из-под контроля, мы вмешаемся. Не выйдет. Вы послали меня сюда. Я был избран для этого. Я не подведу. Уж постарайтесь. Эй! Мужчина, сигареткой дамы не угостите. Кури приклад, тварь. Вот, блядь, диалог какой должен был быть. Хе-хе-хе. Чё? Чё? Чё за Анна? Ах, слава богу. Лара какая-то индуска здесь Анна-то попиздача будет Она до сих пор убитая сидит Я думаю, что Анна работает на них Это будет мощный сюжетный поворот Для десятилетних геймеров А ты уверена, что Анна вообще связана? Дамы, вы так хороши, что я даже не знаю, кому я дую первый О, удавочка Сейчас, походу, Анне будут отпиливать голову на глазах у Лары Мэнхант О Ему это нравится Святой источник? Блядь, за ширинкой Папы Римского иди поищи Что-то я не видел, чтобы эта проволока впивалась в шею Вот это поворот, блядь, я в шоке Охуеть Ой, блядь Кто бы мог подумать Вот это да, пацаны, да? Нихуя себе Нет Ты с ними заодно? Первый раз такое вертик Не может быть Ты Ах ты, су Сука Она хотела сказать, сука Ты же не могла сдаться Не зря она мне сразу понравилась, Анна, это Потому что она говно Мне почему-то злые тёлки всегда Вот в играх злые тёлки, они всегда пиздачей, чем добрые, почему-то Всё может быть и по-другому Вспомните близняшек из Дэд Райзинга Ой, какие Блядь А это Тёлка из Resident Evil 5, там, ни одна главная героиня Так пизда-то не выглядела, как злая баба вот эта В белом платье Ой, блядь, какая тёлка Я видела, на что способна троица То есть нет То есть иди нахрен Скажи, Анна Тебя троица завербовала до того, как ты охмурила отца Или после Я любила Ричарда Да Но он был ослеплён своим идеализмом И это погубило его Играла на его старой флите по самой себе, моль, блядь Зачем тебе артефакт? Предъявить его миру? Восстановить доброе имя отца? Ты всё ещё так наивна Напуганная девочка Которая хочет быть похожа на папу Ди-ду-ди Ой, ёва, наиврот Вот это вмазал Довольно Нет Погоди Мы с тобой Всё ещё можем вместе творить историю Подумай над этим Дама сказала нет Завязывайте свою сценку Уже она, блядь, надоела Озвучка калечная Вот этого кашля, блядь Пиздец Вот этот удар об решётку Для чего было сделано интересно Быть может, ему другого не дано Я думала, я тут одна О, страж Кирквала, судя по лицу Тем не менее И как же звать мою новую знакомую? Никак Я тут ненадолго Ты не в моём вкусе, чёрт Константин очень нетерпелив Я тоже Я вижу Ловко Сможешь нас вытащить? Нас нет Себя, да Никаких нас Я даже не знаю, кто ты и почему тут сидишь Извини Но сейчас я не склонна кому-то доверять Да, даже человеку, который отпиджен Просто как будто с Тайсоном дрался, блядь Это мы ещё посмотрим Его как будто оба брата Кличку пиздили, бля, 15 раундов Одновременно Что тебе о них известно? Действительно он нас разводит Древняя тайная секта Они возомнили себя избранниками божьими Судя по тому, что я видела, они далеко не праведники Интересно, как труба с отоплением заледенела Видимо, не топит Расскажу, когда придумаю Что, блядь? Сейчас сяду, раздвину ножки Буду, блядь, этой трубой себе в перемешку тыкать всем на радость Коль ты спрашиваешь-то, блядь, свои тупые вопросы, осёл Чё, осторожен-то, блядь Сейчас в камеру придут, ебать меня будут Тебя забьют до смерти А мне чё, кирпичей бояться? Дурачок, блядь Пошёл ты в жопу, сиди тут в этой камере дальше Капитан Джек Воробей, блядь, неудачник Сиськи-то в тени, ёптать Ну вот, порезала правую И чё это у нас тут? Составной лук Нахуй я тот апгрейдил Сейчас вот тогда в преду... Блядь Два часа играл, апгрейдил лук А тут херак и просто... Просто лук Леголаса нашёлся Охуенная игра сделана Просто класс Два часа качал револьвер и лук Хуяк, новый пестик, новый лук Какая радость, господи ты боже мой Игру делали какие-то лени Пролагаю завалить его сразу Сработало Сможешь выбраться? Достаточно тихо, чувак? Или ты думал, что я сейчас взрывы здесь, блядь, устраивать буду? Бамбук курил Я тебе не доверяю Мы точно не враги Я это чувствую Ты, судя по всему, тоже Мне проще в одиночку Я местный Я всё тут знаю А я быстро учусь Чем она там вооружается в этом шкафу? Всё моё снаряжение сложили напротив камеры Мой свой член, оставь свои штаны Я знаю, что ты ищешь Да-да, они всё сложили прямо тут Отлично Вот раньше, вот раньше в играх Когда у тебя забирали снаряжение Ты целый уровень ебался Прежде чем его возвращал Ну согласитесь, что так всегда было Сколько там надо было в первом Фаркрае Бегать от этих, сука Жопомонстров С голой жопой Вообще без всего Оружие там одно Ходишь с одним рожком патронов И целый уровень ходишь Спасаешься В Халфе во второй Я помню, тоже пушки забрали Я что-то долго их возвращал Если я ничего не путаю Мы вошли в долину около суток назад Я ожидал сопротивления И не был разочарован Люди долины думают, что побеждают Но чем яростнее они сражаются Тем тверже моя решимость Если бы им было нечего зачищать Они бы так не жертвовали собой Но сопротивлялись бы пыткам Настолько упорно Не сопротивлялись Они верны своим убеждениям И за это я их уважаю Но они оказались не на той стороне Осталось недолго Новый лучший мир глядет Это место давно изучаю Слышь, ученый По изучению каталажек Поиск готовит стрелу, держит вертая Серебряный портсигар Выглядит так, будто пережил войну Что не удивительно Нарисован просто четко С 42-го года портсигарчик У нас война шла Мы портсигары делали, видимо Причем такой портсигар Какой-то Красноармейский такой Типа Непонятно только что Вот эти кинжалы сверху делают Сколько ты пробыл В той камере Достаточно, чтобы понять Что Константин Ни перед чем не остановится Святой источник Здесь Патронов нема Итак, маски сброшены Теперь Лара знает правду Так, обрывы гневника Анны Годами она использовала мою семью При моем безграничном доверии Чувства какие-то странные Во-первых, к сожалению О той части меня Что осталось там В пыточной камере И еще кое-что Я знаю Константин считает Что я потеряла хватку Размякла Пока жила с Крофтами Но он ошибается Это не мягкость Это решимость Только другая Я знаю, что Лорд Крофт был умен Сука, батя умен был Знаю, что его дочь Хранит его тайны Она была бы Незаменимым союзником А будет опаснейшим врагом Только бы Константин Не вздумал ее Недооценивать А то с ним бывает Что высокомерие Затмевает рассудок Так убили бы Нахуй сразу тогда Че вы, блядь, мумуты ебете Прости, господи Хотя можешь не прощать Че бы Это патроны от ППШ Или Нет, это бобины Блин Опять позвонили Сбили, сбили Только хотел какую-то Синтенцию высказать Понимаешь ли Вот мне интересно Они вот не могли Вот в эти ящики Хоть какого-нибудь Мусора для вида Накидать Потому что я открываю Вижу, внутри пусто А она Подбирает какую-то деталь Лука Вот Откуда там Эта деталь В пустоте А не сундук Для детали лука Повесили Да, оно единственное Да Ледоруба-то, кстати, нету Как же проходить Эту стелс-миссию Мне говорят Изготовьте стрелы А из какой залупы Я их изготовлю А, ледоруб есть Удара ледорубом Почему-то нет Или она не машет Ледорубом по воздуху Она машет Машет только Моя деревня в долине По ту сторону горы Подождите Подождите Я же хотел посмотреть Что на фотке-то Трудовой лагерь И кого сюда сгоняли Интересно Краснопузые Зэков, что ли? Зэчей? Командный пункт 2 Последний вертолет ушел Это последний груз Сообщили о проблемах В рубке связи Сибирские дикари Я ссу просто Я ссу в компот Разработчику За сибирских дикарей Стой здесь Вы заметили Что в игре Началась мода На бородатых мужиков Ооо Дровишки Погоди Почти готово Есть Пошел Поехали И то Я ничего не могу Не хватает Смотрите Не хватает Дожди Почему ты? Изготовление Изготовление стрел РТ Ну А Я не Блин Я их ядом Пытался заправить Все это дело Я думаю Что они не делают С тварей Крафт стрел В полевых условиях Это конечно Конечно Интересно Украдем русских Бутылку водки Они взбесятся И перебьют Друг друга Надвигается буря Скоро придется Сажать вертолеты Еще надо Огромный участок Осмотреть Нужно Пригнать Больше народу Константину Нужны наблюдатели На медном прииске Там что-то происходит В тюрьме нашли А это он про прииски Зарисовки развалены Какой контакт Какой контакт Вы что Что вы делаете Хамы Не отпускай Волара Борись до последнего Я понял В этой миссии Вообще Лучше никого Не трогать Лучше просто Обойти Не связываться Поход Так Погоди Почти готово Есть Пошел Поехали Константин Мы в этот раз Уже облутали Пока Буря не налетела Часовые Я смотрю Палят Твою мать И только Палят Все движения Менты Что это Вон тот Вот тот Палят Что этот Делает Надо того Сначала Издарезнуть Вот так Вот так Вот Зашел Панель Спеклась Почти Починил Странно Что здесь Хочешь Что-то Работает Если Я его Вольну Кто-нибудь Заметит Что Сварка Перестанет Сейчас Ну Тогда Их Точно Мара Перебить В того Я попаду Вообще Интересно Стрела Просвистела Что это Было Мне кажется Я ему Должен Ухо Снять Просто Чего Зацепиться За что-то Можно Ага Хер Хер Увидишь Все Правильно Вроде Сделал Хотя Можно Было Вот Этого Чувака Тоже Постел Су В рукопашную Завалить Но Так Тоже Пойдет В принципе Ничего Такого Я Только Не врубаюсь Куда Идти Надо Вниз В тюрьме Нашли Старые Записи Зарисовки Разваленные Карты Шахты Чебурек Один Там Стоит Или нет Поначалу Нет Но Потом Точно Выяснились Это Капсимон Больше Часть Этого Флама Не Нужно О Еще Один Глухой У них Наверное Маска Толстая Они Ничего Через Ню Не Слыш Потому Потому Что Удары Это Слышны Должны Были Быть С двух Маску Должно Быть Она Так Усердно Притворялась Влюбленной В лорда Крофта Что Влюбилась В него По-настоящему И теперь Я боюсь Что это Коснулось И Лары Что Лара Лара Тоже Притворялась Что Любит Папочку Отличная Яков Я смогла Открыть Внутренние Ворота Беги Во двор Я уже Там Нормальное Имя Для туземца Яков Хуй Поспоришь Слышит Гребанное Радио Я слушал Радио Да Да Я слушал Радио Видите Как вредно Слушать Радио Можно Умереть Веточки 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 Мать Природа У меня Теперь Подве Деревяшки С кустика Падает Надо Юзать Оленя Завалили И не Разделали Какое Расточительство Ягодки Не нужны Странно Что она попыталась Перья С куста Собрать Что ли Судя по значку Лишь бы они Труп не нашли Я схожу проверим Сейчас вернусь А вы по одному Вы еще и по одному Ходите проверять Вообще идеально Что же происходит Что-то Происходит Сзади Дурак Простенький Стелс Такой Как раз Для меня Ничего Сложного Ну а тут Что Вообще Людей Больше Нет Столб С креплением Для создания Каната У Лары Бесконечная Веревка Видимо С собой Заодно Она наверное Стринги Свои Распускает На Канаты Нахер Она тебе нужна Замочить ее Месть это блюдо Которое подается Огнестрелам А этот Как здесь Оказался Скорей Вы Убраться Из этого Ледяного Ада Тогда у меня Хорошие Новости Пришли Разведданные У дикарей Есть Деревня На той Стороне Горы Скоро Настанет Твой День Наш День Если ты не будешь Валера Настанет Твое время Ты о чем Ты пожалела ее Эту Крофт Она ведь до сих пор жива Но нам нельзя жить В прошлом Понимаешь Сомневаешься во мне Ты знаешь Что я сделала до Троицы Чем я пожертвовала Что мне пришло Аж поперхнулась Слюнями Бедняжка Все нормально Жизнь Крепко побила Нас обоих Но я поклялся Всегда тебя защищать Там дубак такой Ладно у Лары Одежду забрали Анна ты какого хера В одной водолазке Обещаю тебе В конце нам воздастся И святой источник Даст тебе жизнь Что еще важнее Жизнь в чистом безгрешном мире А я понял Она помирает Ей нужен источник Чтобы не помереть У нее наверное Рак легких Какой-нибудь Узнай что им известно Это слишком опасно Спокуха аватар Друзьям Будем спасать Попозже Ну да Что Если ты умираешь От рака легких Конечно Надо затянуться Все это будет неважно Когда мы достигнем цели Сказал она Доставая бульбулятор Блять Это наше общее дело Сестра Помни об этом Всегда Сестра Я думал Ты ее порешь Он наверное хочет А она не дает Любовная замутка Внутри Игровая Рискую Жопой И свершится суд Над людьми И обратятся Неверные В прах И развеется Прах Тот по ветру И восстанут Те чья вера Была чиста И обретут Жизнь вечную Сибирский вариант Библии Что Беги Я тебя найду Кажется Они нашли Моих подснежников Мы должны их найти Ищите Точно где-то здесь Опять по морозу Ладно Ладно Теперь бы найти выход Мы должны их найти Ищите Странная конструкция У этого здания Зачем Они Сделали Вот этот пол Такой двойной Непонятный В России Никогда не строят Вот такие Хреновины Для того Чтобы там трубы положить У нас ямочку вырыли Маленькие И там закопали Выберитесь с базы Так странно Так странно Снова Участвовать В операциях Я столько Надо сматываться Надо сматываться Как она Блядь Сейчас Открыла Вот этим Своим крюком Дверь Если та Открывается В другую сторону Я вообще Не понимаю Пиздец Пиздец Понятно Порожняковый труд Был немножко Сейчас Вот И чё Чё это за залупа Блядь А Нахера я это сделал Чё-то я вообще не понял Вот видите Вот эта дверь Открылась В нужную сторону Вот так лутают Калашников У неё автомат Теперь вообще Пиздец Бежим Спасаемся Отсюда Ты сдохнешь Когда-нибудь В глубокой старости Чувак А как режим огня Сменить Ничего не понимаю А вот чё это такое Корзина с перьями Воу-воу-воу Да у нас тут Рэмбо Сука твою мать Сгори живьём Разота А это и есть Режим Скорострель Да Скорострельность Здесь у калаша Просто огонь Тут стреляют Вломлюсь-ка я сюда Внезапно Сука Ты посмотри какой Прям бессмертный Столько пуль В колени Ему всадил Он даже не упал Мне кажется Что шутерам Пора бы уже Как-то учитывать Вот эти попадания Я помню Что даже В очень олдфажном Медал оф Хоннере Немцы Хватались за яйца Если ты им В них стрелял Ебаная жизнь Что за баночка Надо взять Лутанём банку Что можно придумать Насчёт Создания взрывчатки Понятно С помощью баночки Металлические банки Можно Ебаная жизнь Да На клаве тут Очень непросто Играть Я только не понял Как мне А То есть Берёшь банку Иди Создаёшь взрывчатку Понятно Лови Придурок Теперь быстренько 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 Добиваем раненых И как специально Банки стали просто повсюду Блядь Убери ты её нахуй Ёбаный в рот Дура Ебаная Блядь Сука Если она банку взяла Значит Блядь стрелять Она теперь не может Да Она Блядь Вооружена баночкой Пизду Ваши взрывчатки Эти нахуй не нужны Я прикрываю Выстреляю Баночка Блядь Взрывчатки Ёбаные Охуенное оружие Просто Блядь Хочешь сдохнуть Делай взрывчатку Конечно же Давно что-то Записок не было Эта игра Меня записками Уже заебала Серьёзно Я всё чаще Смотрю на развалины И размышляю О собственной смерти Эти постройки Столько лет Ждали своего часа Я чувствую их нетерпение Здесь каждый камень На нашей стороне Да и кто там Да и кто нам Противостоит Неверующие Напуганные Заблудшие Те кто так долго Прятали источник От ордена Троица А мы те кто Наконец-то Использует Сокрытое По назначению Этот мир Слишком испорчен Слишком болен И кроме Троицы Ему ни на что Не на что надеяться У нас будет армия И поведёт её Праведник Константин Да Праведник Константин Анальный праведник Блядь И чё мы тут Ох Кто-то оставил Тут рюкзач С артефактами Наверное С охеренными Нет Карта Одновлена Ранцы Географа Помогают Искать Тайники С припасами Вход в пещеры Шедевр Пока попал Только Яков Чё происходит Ну что Я думаю Что Откуда я с базы Всё-таки выбрался Уровень пройден Последние недели У меня словно спала С глаз пелена Я знаю Что здесь что-то скрыто Это искали красные А теперь ищет Орден Троицы И Анна Анна Господи До сих пор Не могу поверить Всё это время Дырянь ебаная За папой Она тоже следила Надо идти дальше Найти Якова И помочь его людям Особая жестокость Надо брать Если я смогу убедить их Что мне можно верить Возможно Он ответит на мои вопросы Ну Приключения Ларисы И Якова Смотрите в следующей серии Чё-нибудь жмите Чё-нибудь пишите Всё такое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok